Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы обратимся сейчас к книге пророка Михея. По времени написания и времени служения пророка Михея книга эта совпадает с временем пророка Амуса, пророка Исаии Иерусалимского и, видимо, пророка Осии. То есть Михея относится к первому большому поколению пророков-писателей. Служение его происходило, по-видимому, в начале второй половины VIII века. Приблизительно можно указать время от 750 до 720 годов VIII столетия до Рождества Христова. Ну и вот слово, которое Бог говорит пророку Михею, а Михей, замечу, был, как и Амус, по-видимому, призван Богом на это пророческое служение из какой-то другой жизни, не храмовой, не связанной ни с царскими пророками, не с храмовыми пророками. И занимался он, по-видимому, до этого момента, занимался, скорее всего, сельским хозяйством, каким-то вот таким простым трудом. Когда он был призван на служение, пророк Михей говорит некоторые вещи о Самарии и о Иерусалиме, то есть и о Северном, и о Южном царстве. По крайней мере, так зафиксировано предание о пророке Михея в самом первом стихе, который явно был добавлен редактором или тем, кто составлял проповеди в единую книгу. Вот это та информация, которую мы можем из надписи почерпнуть. Теперь само по себе время служения пророка Михея было довольно трудным и опасным, связанным в первую очередь с ростом ассирийской державы. Это была такая довольно своеобразная военная держава, власть которой практически полностью принадлежала собственно тому, что теперь называют силовыми структурами, вооруженным кланом. И армия Ассирии в то время была, по-видимому, самой мощной, самой сильной на Ближнем Востоке. И в конце концов, в 722 году до Рождества Христова ассирийские войска разрушили Самарию и уничтожили Северное Царство. Ну и, кроме того, еще и осаждали Иерусалим и очень значительные разрушения привнесли в Царство Южное, Иудейское. Ну вот, а для Самарии, конечно, да, фатальным оказалось столкновение с Ассирией. И, собственно, поскольку это возвышение Ассирии не в три дня происходило, вот эта опасность, опасность висела над Палестиной и над многими другими ближневосточными государствами в течение достаточно длительного времени. Однако, в сущности, то, что говорит пророк о судьбах Самарии и Иерусалима, не столь связано с Ассирией, с тем, что из себя представляет эта самая Ассирия, сколько он говорит об этом, как о каком-то, если хотите, слепом стихийном факторе, который действует не как группа людей, ведомых определенной силой или царской рукой, а просто как вот стихии, ураган, цунами, что-то такое. И поэтому пророк видит связь событий, смысл и причинно-следственные связи именно вот в том, что вот есть Самария, вот есть Иудея, вот они вот такие. И из этого следуют некоторые результаты. Заметьте, что для него, по-видимому, как и для многих других в то время, характерно представление о том, что Бог, в сущности, единственный, единственное действующее лицо в истории. И, может быть, этим объясняется то, что политическую сторону дела и отношения с Ассирийцем пророк не рассматривает. Но, скорее всего, вот именно такая в его душе складывается картина преступления, и народа Божьего – Бог, который не может этого видеть и терпеть. Ну, а инструмент, которым так или иначе формируется эта участь народа Божьего, он действительно безликий и не очень важный. Теперь в первой главе, первая, по крайней мере, приведенная в таком порядке, первая, открывающая книгу проповедь пророка Михея, довольно поэтичная, надо заметить. Конечно, не в этом смысл книги, ни этой проповеди, но, тем не менее, вот язык, образы действительно очень богатые, глубокие и дают возможность с самых разных сторон увидеть одно и то же вот это вот центральное явление. Но начинает пророк вот с чего. Он говорит, слушайте все народы, «Внимайте, земля, все, что наполняет ее». И дальше, во второй половине второго, в третьем и в четвертом стихе, пророк говорит о том, что Бог реагирует, если так можно выразиться, Бог реагирует на то, что происходит в нашем мире. Богу не все равно. У Бога есть мнение, и это мнение о том, что люди делают, оно достигает нашего человеческого мира. Да, будет Господь Бог свидетелем против вас, Господь из святого храма своего. Михей говорит о храме как о месте присутствия Бога, но это не только место присутствия, куда можно прийти и что-нибудь попросить. Если это место присутствия, значит, Бог видит то, что происходит, значит, вот Его, это видение, становится против нас свидетельством. Бог свидетель против вас, говорит пророк. Дальше в третьем и четвертом стихе примерно та же мысль сформулируется по-другому, с довольно важными тоже отличиями. Дело в том, что у многих пророков-писателей появляется, как у Амуса, как у Исаии Вавилонского, появляется образ дня посещения, представление о том, что каким-то непостижимым образом Бог посетит мир, Бог посетит народ свой. Иногда это вызывает ужас, как Амус пишет горе желающим для Дня Господня, он тьма, а не свет. Иногда наоборот, как Исаия Вавилонский через два столетия после Михея и Амуса говорит, о, если бы ты расторг небеса и сошел, горы растаяли бы от лица твоего. Вот здесь Михей говорит, смотрите, вот Господь исходит от места своего, не зайдет и наступит на высоты земли, и горы растают под ним, долины распадутся. Конечно же, это очень похоже на то, как выражается Исаия Вавилонский, хотя между Михеем и Исаием Вавилонским еще раз повторю, не меньше полутора столетий разница, а то и практически два столетия. Но интонация, эмоция у Михея совершенно другая. Он относится к этому как к пугающему явлению. Вот Господь, который свидетель против нас, он исходит из святого места своего, исходит и наступит на высоты земли. Вот это посещение, когда Бог каким-то непостижимым образом придет в этот мир, войдет в него. Отчасти, может быть, это будет похоже на то, как в столбе огненным и облачном Бог шел перед народом своим во времена исхода. Может быть, будет как-то иначе. Видите, Михей говорит о горах, которые тают перед приближающимся Господом, как воск тает от огня. Это, кстати, ведь еще и образ, который также, может быть, чуть раньше употребляет псалмопевец. И пророк Михей говорит здесь, все это за нечестие Иакова, за грех дома Израилева. Вот. Таким образом, он не обсуждает, почему, по какому замыслу происходит вот это посещение, когда непостижимый, абсолютно больший, чем этот мир весь, невместимый Бог приходит сюда. Это происходит. Вот почему, в конце концов, не обсуждается. Важно, что это таяние гор, распад долин, разрушение, когда Бог наступит на высоты земли. Все это происходит от нечестия Иакова и Израиля, от того, что народ Божий поклоняются на высотах. Это довольно частый упрек, особенно в первом пророческом поколении, упрек, который Бог обращает к своему народу. Вот то, что они поклоняются на высотах. Надо заметить, что среди историков существует некоторое разногласие по поводу того, что из себя представлял этот самый культ на высотах. Некоторые полагают, что это была одна из языческих, из разновидностей языческого поклонения тому или другому древнему ближневосточному божеству, какому именно, тоже на самом деле дискутируют, потому что, в конце концов, высот-то практически не осталось. Археологические исследования здесь достаточно затруднительны. Другие полагают, что культ скорее носил людоедский или, может быть, наоборот, очень неприличный характер, и поэтому, да, поэтому пророки, упоминая о нем, стараются обходиться без подробностей. Так или иначе, совершенно понятно, что это непредписанный, неприемлемый для народа божьего культ чего-то другого, непочитание единого Бога, которое, в общем, конечно, тоже в это время еще достаточно децентрализовано, потому что существует святилище в Есселе, существует святилище в Иерусалиме и, по-видимому, еще несколько, но все-таки здесь происходит почитание и поклонение Богу Израилеву, тому, который вывел народ Божий из Египта, из дома рабства, в тех более или менее сходных рамках, которые, в конце концов, будут сформулированы в законе Моисеевом. Напомню тоже, что до записи закона Моисеева, кодификации его в Торе еще тоже, в общем, почти 200 лет. А высоты – это почитание чего-то совершенно другого, языческого, постороннего. И вот пророк говорит, ну, хорошо, а откуда они взялись? Кто устроил высоты в Иудее? От кого нечестие Иакова? Не отца Марии ли? Кто устроил высоты в Иудее? Не Иерусалим ли? Ну, понимаете, Иерусалим, в конце концов, ведь тоже город и город, в котором живут очень разные люди, в том числе и глубоко преданные Богу Израилеву, как, например, современник Михея, пророк Исаи Иерусалимский. Что имеется в виду? Почему он так говорит? По-видимому, наиболее простое и логичное объяснение заключается в том, что, упрекая Самарию и Иерусалим, которые устроили нечестивое поклонение в Израиле и высоты, культ на высотах в Иудее, пророк, собственно, обращается к властям соответствующих городов, к израильскому царю в Самарии и иудейскому царю в Иудее, вовсе не к городу как таковому. И это довольно важная вещь, потому что Михей потом гораздо более подробно и прямо будет говорить об этом. Но вот здесь логика его такова, что это ведь власти Иерусалима, цари иудеи, цари Израиля в Самарии устроили все эти культы. Они не сами, откуда ни возьмись, выросли. Не какие-нибудь там странные вредители образовали эти культы. Это сделали соответствующие цари. И таким образом для Михея это скорее отягчающее обстоятельство того обвинения, которое дается этим языческим проявлением в жизни избранного народа. Ну и еще раз повторю, он видит Бога, который приближается и не сходит место своего. А здесь, на земле, перед лицом Божьим оказываются вот все те языческие мерзости, поклонения чему угодно, кроме Бога, которые произошли по вине властей Иерусалима и Самарии. И это не может не привести к разрушению. И поэтому пророк говорит от лица Божьего «За это сделаю Самарию грудой развален в поле, местом для разведения винограда, и все истуканы будут разбиты». И очень может быть, что пророк и застал исполнение этого пророчества в 722 году. Но что еще важно заметить в этой первой главе, обличая, предупреждая о неизбежной каре, пророк вместе с тем и скорбит, и жалеет о участи, которую постигает Самарию, Иудею, Иерусалим, весь народ этой земли. Он говорит, «Об этом буду я плакать и рыдать, потому что болезненно поражение ее». И оно дошло до Иуды, достигло даже до ворот народа моего. «Болезненно поражение его, об этом я буду плакать и рыдать». В обличении и предупреждении пророка нет никакого злорадства, нет никакой интонации гордыни, что «Я вас предупреждал, вот вы такие плохие, вам за это дадут по шее». Он плачет и рыдает, он плачет и рыдает и говорит, потому что это больно, то, что будет происходить, это больно, но невозможно избежать этого. И, собственно, всю вторую половину главы пророк обращается к отдельным поселениям в израильском и иудейском царствах и, собственно, повторяет то же самое предупреждение и призыв измениться, потому что приближается бедствие от Господа. Продолжение следует...